ТОП-3 ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК РУССКОЙ ПРАВОСЛАННОЙ ЦЕРКВИ ОТ НЕЗАВИСИМЫХ ПРАВОСЛАННЫХ БЛОГЕРОВ ЗА БОГОСЛОВСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ На третьем месте поддержка действий российской армии в ходе спецоперации на территории Украины. Ошибка патриарха Кирилла не в том, что он поддержал военные действия. Христианство не запрещает воевать, если это политически и экономически оправдано. Подробности в учебнике истории Средневековья. А в том, что эти военные действия происходят на канонической территории РПЦ. И часть государств на стороне России, а часть государств на стороне Украины. И поддержав одну из сторон конфликта, патриарх поставил на путь отделение от РПЦ всех тех, кто поддерживает вторую сторону конфликта. И им есть куда отделяться. Например, Константинопольский патриархат, по вероисповеданию, такой же православный, как и московский, но круче. Потому что старше. Поэтому патриарху, чтобы сохранить единство церкви, уместно было бы быть или за мир во всем мире, а если боится за миротворческую политику слететь со своего патриаршего пуфика, то самому прикинуться огромным мягким пуфиком с принтом церковь вне политики и не вмешиваться в дела президента. Потому что у территории президента и у территории патриарха очень сильно разные границы. Границы территории патриарха больше. И там несколько государств. Но возможно патриарху пофиг на единство церкови, которой он управляет, но отвалится от нее половина, зато вторая половина останется. Не беда, половина крейсера еще осталась. На которой у патриарха уютный пуфик по имени Патриаршая кафедра. На втором месте это принятие коронавирусных ограничений, одновременно с изменением вероучения и церковных обрядов. Сначала из каждого православного утюга вещали, что надо каждую неделю создавать массовку в храме, и вдруг говорят, что оказывается можно как Мария Египетская, раз в жизни была в храме и все равно стала святой. Сначала вещали, что через религиозные обряды нельзя заразиться инфекцией, даже если одной ложкой из одной чаши. А оказалось, что можно заразиться инфекцией. Церковь в очередной раз поймана на наглом обмане, и стоит ли ей после этого верить? Церковное учение преподносилось как нечто древнее и незыблемое. А оказалось, что церковь учит тому, что ей велит государственный чиновник. А вдруг и все наше все в церкви – это амбиции какого-нибудь чиновника из администрации Петра Первого или Николая Второго, а? А еще в церкви все время говорят про мучеников, пострадавших за веру, а когда эту веру начали менять, то всем было пофиг. Никто эту веру защищать не стал, не страдать за веру не захотел, а вдруг нет никакой веры в церкви, а есть только политика, суеверия и демагогия. То есть из-за политики патриарха церковь потеряла доверие своих же прихожан. Потерять доверие – это не значит, что люди перестанут ходить в церковь, людям надо где-то крестить, венчать, отпевать, кто-то любит еще исповедоваться, причащаться, кто-то любит ставить свечи. У кого-то есть связанные с церковью суеверия, кому-то просто нравится церковная обстановка. За этим как раз люди и раньше ходили в церковь во времена СССР, и сейчас ходят, и дальше будут ходить, чтобы там в церкви не происходило. Но ходить в церковь – это не значит верить тому, что в церкви говорят. Можно просто из уважения выслушивать все, что говорят в храме, и относиться к этому по принципу «кто-то что-то сказал, а мне пофиг». Ага, дули вам всем. А мне пофиг. И это даже хорошо, критическое мышление развивается. И на первом месте решение восстанавливать церковь в том виде, в каком она была до революции 1917 года, вместо того, чтобы развивать христианство в России с учетом реальности современного общества и опыта других религиозных организаций. Другими словами, была восстановлена церковь в морально устраившем виде с учетом всего плохого, что в ней накопилось к началу 20 века. Это примерно как если бы при восстановлении бренда автомобиль «Москвич», вместо того, чтобы делать современный автомобиль на современном оборудовании, вдруг решили бы восстановить завод «Москвич» на историческом месте, в том состоянии, в котором он был на момент банкротства.